Там зал анализа на кровлях нет. Копериметры очищены. Аварийный делей мы пока обнаружили только два здесь на данном переходе. Ранее утро глава администрации советского района Владимир Сафронов объезжает детские сады и школы. Крыша, дороги и подъездные пути к ним должны быть полностью очищены. В отделе благоустройства говорят, работа шла бы быстрее, если бы автолюбители не оставляли свои машины на проезжей части. В связи с погодными условиями накаталась колея, работала техника, взять они не могут до основания. Основная причина этому состоит, конечно, в том, что паркуются автомобили на придорожной части. И если трактор пойдет и ножом будет снимать до основания, это приведет к повреждению автотранспорта. Ни закрепленных территорий в городе нет. Ответственность за расчистку кровель, спил аварийных деревьев и расчистку дорог несут районные администрации. В случае нарушений контролеры выдают предписание. Нарушения устраняются в кратчайшие сроки. Глава Самары Олег Фурсов дал поручение увеличить число бригад, задействованных в расчистке крыш и по максимуму использовать световой день. А также организовать работу в две смены. Сказано, сделано в школах советского района, дворники трудятся не покладая рук. В позитивные моменты это у них состояние территории, ведет ежедневная очистка территории от снега, состояние крыши кровель вы сами посмотрели, что нету ни наледи, то есть чистые крыши. И здесь состояние зеленых насаждений тоже у нас оптимальное, нормальное. Что же касается частной собственности, за балконы, козырьки, кондиционеры и подоконники отвечают сами жители. В администрации напоминают, в случае ЧП физическим лицам грозит штраф 5000 рублей, юридическим – до 300 тысяч. Мариана Мирная, Станислав Левин, События.